В эту игру под названием «Чиж» в захлёб играли дворовые мальчишки в 70-х. В «Чижа» можно играть на любой удобной площадке любого размера. Инвентарь незамысловатый, бита и «Чиж», которых спокойно можно заменить на две обыкновенные палки – сучок и дубинку. «Чиж» – это вот он такой. У него два острых таких клювика. Раньше его в старых правилах ловили дети. Сейчас мы в целях безопасности не даём ловить, просто он падает и от этого места бросают. Но когда его ловили, он клевался, он острый, поэтому «Чижик». В игре участвует любое количество человек. По желанию можно разбиться на команды. В центре поля рисуется домик, куда укладывается «Чиж». Игроки встают в очередь, первый битой ударяет по носику «Чижа», и пока он крутится в воздухе, задача его ударить. Ударил – заработал очко. Очко зарабатывается только ударом биты по «Чижу», который поднят в воздух. Не ударом, когда он на земле стоит. На земле понятно. Наша задача – его поднять в воздух. И пока он вертится в воздухе, по нему надо успеть ударить. Самые ловкие игроки у нас даже умеют нагонять. То есть пока он в воздухе, по нему можно ударить несколько раз. Это всё будет насчитываться очки плюс-плюс-плюс. После того, как «Чижа» ударили битой, следующий игрок подбирает его и с места падения пытается закинуть «Чижа» домой. Попал – зарабатывает себе право хода. Если он не добрасывает до этой зоны, а она определена, очерчена, скажем, он упал вот так, двумя рисками вверх, то мы можем два шага шагнуть до этой зоны. Если он упал четырьмя рисками вверх, на бочок – такая удача, то четыре шага шагнуть. Если «Чиж» попал в домик, игрок забирает себе право хода. «Нет» продолжает ждать своей очереди, а предыдущий игрок продолжает зарабатывать очки. На выбивание «Чижа» новичкам обычно даётся по пять попыток, а сама игра продолжается до тех пор, пока мама домой не позовёт. Тот, кто в итоге набрал больше очков, и становится победителем. Субтитры создавал DimaTorzok